Ну что, я тогда первая? Да, давай, я за тобой. Ну, давай. Как-то не жарко. Лера, ну давай. Давай смелее. Ну, кстати. А-а-а! Проснулся? Привет, малыш. Да. Колыбелька какая у тебя удобная нашлась. Такие теперь только в музее увидишь. Это еще дядь делал. Или прадед. Дом старый, тут чего только не найдешь. Доброе утро. Ого! После двух месяцев сахалинских столовок такой, завтра кажется миражом. Ба, ты откуда взялся? Я думал, ты еще спишь. Я обозревал крестность. Не могу сказать, что получил большое удовольствие. Местная природа с Рижским взморьем ни в какое сравнение не идет. Может, природа от тебя тоже удовольствия не получила. А девчонки еще не вставали? Да они уж на речку убежали. В здоровом теле, в здоровый дух. К счастью, остилаем у наших девушек все в порядке. Ну вот, началась арень из ванного гостя. Музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В конце лета 1976 года мы вернулись в практике. Я с Сахалина, Тихонов из Риги. А Тая не торопилась возвращаться в Ленинград из этого райцентра, из Октябрьска. Мы решили ее навестить. А вы поехали вдвоем с Тихоновым? Втроем. С нами была еще одна наша однокурсница, Лера. Я проходил с ней практику на Сахалине. Правда. Из Октябрьска Лера так и не вернулась. Ой, мне здесь очень нравится. У нашего редактора память просто уникальная. Всех в районе знает по имени-отчеству. А ведь ему уже пятьдесят. Эльвира, это наша заведующая отделом культуры, она еще постарше. Она курит папиросы через вот такой длинный мундштук. Деточка, это вы говорите мне? Инженеру человеческих душ? А наш заведующий отделом сельского хозяйства ездит в Ленинград на все премьеры БДТ. Вот где он достает билеты? Теперь я понимаю твоего сержанта. Он вчера сказал, что тебе здесь очень понравилось. Да, понравилось. И сержант мне тоже очень понравился. А еще он сказал, что ты решила здесь остаться. Ты бы не подавала ему ложных надежд. Ты чего, в самом деле? А как же университет? А Тихонов? Тихонов. Знаешь, у меня в детстве игрушка была, плюшевый медведь. Я его очень любила. Он умел головой кивать и реветь. Грозно так. А однажды плюш порвался, и оттуда вся труха высыпалась. А медведь продолжал кивать головой и реветь. Но я с ним больше играть не могла. Значит, у Тихонова внутри труха. А у сержанта твоего что? Сюрпризов не боишься? Нет, не боюсь. Леша, он не плюшевый. Он настоящий. Вот он, мой бывший медведь. Все модные песенки знает. С утра пораньше ревет и кивает головой. Ну что, попал? Никак нет, товарищ первый секретарь. Не попали. Ты что, не видел, что я в воздух стрелял? Я про столичного гостя спрашиваю. Главное, чтоб он попал. Ну, это мы сейчас узнаем. Лиса, лиса, я волк. Ну, какие новости? Все отлично. Барсук всем доволен. Ну, значит, попал? Ни с чем не попал. Небось, под руки. То есть, под копыта кабана подвели. Еще, нибудь, честь его заставили отдать. Ну, ладно, хватит. Тут вам не кабачок тринадцать стульев. И чтоб прием не зубоскалить. Ладно, пойдем посмотрим добычу. Да и отметить. Такую славную охоту не помешало бы. Товарищ первый секретарь, если не против, разрешите, я домой пойду. Надо жене по хозяйству помочь. Ворчи. Свободен. Остальные за мной. Давай, слезай. Да понял я, не дурак-то. Давай сметанки положу. Спасибо. Вы слышали? Стреляют. Где-то рядом совсем. Это в соседнем охотхозяйстве. Наверное, важных гостей на охоту привезли. Да, вроде бы затихли уже. Наверное, подстрелили кого-нибудь к ужину. Никогда не была на охоте. А кого они могли подстрелить? Медвида, что ли? Ну, скорее кабана. На других животных охота до осени запрещена. Очень вкусно. Я хочу посмотреть. А пойдем. Я с тобой. Долго только не задерживайтесь, а то блины остынут. Ну, пойдем. Нам больше достанется. Ну, ладно, давайте, привезли. Давай, осторожно, я сейчас уже оттолкнусь. Здесь посторонним находиться запрещено. А? А я мороженое ел, испачкался. Решил руки помыть. Неприятно же. Вот. Утонул кто-то? Здесь посторонним находиться запрещено. Все, ухожу. Ухожу. Мы за эти два месяца с Лерой весь Сахалин объездили. Публикации привезли, на диплом хватит. Она репортажи здорово делает. Вот ее и посылали в самые интересные места. Да. Вот она вернется, и я попрошу ее рассказать. Только загуляла что-то твоя Лера. И приятель тоже. Блины остыли совсем. Леша. А? А далеко охотхозяйство? Нет. Можем прогуляться. Вы не против? Да нет, конечно. За охоту, товарищи. За удачную охоту. За удачную охоту. Здравствуйте, товарищи. А, Никита Петрович. Приветствую. Приятного аппетита. Спасибо. А где Лера? Лера? А разве она не у вас? Она же с тобой ушла. С тех пор не возвращалась. Мы в лесу еще разошлись. Она на подстрельного кабана посмотрела, с ягерями поговорила и назад пошла к вам. Давно уже. Ты отправил ее одну? Через лес? Я ей охранник что ли какой-то? Она пошла и пошла. У нас к дому тут одна дорога. Куда она могла деться? Я не знаю. Она может искупаться решила. Товарищи, вы не волнуйтесь. Найдем мы вашу подругу, Венин Петрович. Мы оставим вас ненадолго. Хорошо. Сева, за мной. Спасибо, извините. До свидания. До свидания. Пойдемте, пойдемте, товарищи. Лера! 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 Играет музыка. Сюда! Ничего не трогать. Как же так? В лесу кроме нас никого не было. Зимин? Вот. Вот таким ножом ее убили. Страшный нож. Как будто коготь огромного волка. Но в книге «Время Волка» ничего про Леру нет. Книга вообще причёсана. Думаете, почему Витька с милиционерами дружил? Потому что она схваливала их в книге. Доблестная советская милиция и всё такое. А в рукописи, которую Витька украл, там всё по-настоящему описано. И про то, сколько невинных людей пропало, пока убийцу нашли. И про настоящего убийцу. А вы читали саму рукопись? Витька её украл и спрятал. Мне Тая рассказывала, что была в рукописи. Она с автором хорошо знакома была. А кто автор? У кого Тихонов украл рукопись? Тая б не говорила. Но я забыл. Может нам Тая сама расскажет? А как нам найти Таю? Тая? Тая. Тая. Она расскажет, да. Если живая, всё расскажет. Она вообще молодец. А как нам её найти? Вы не знаете фамилию Тая? Тимофей, если вам на массаж пора. Можно? Пойдёмте. Знаешь, Таечка, когда ты ко мне прибежала и кричала, что Витька украл книгу, я ведь статью написал об этом. Таечка, ты читала? Я не та… Да. Прописочила Витька, будь здоров. Из-за вороства чужой рукописи, из-за бездарности. Но потом пришли люди в штатск. И потребовали написать опровержение. Я ворочал, он отказался. А они мне сказали… Знаешь, Таечка, что они мне сказали? Что? Что прямо сейчас найдут в моей квартире пачку долларов, и меня расстреляют, как валютчика. Таечка, ты… Ты… Ты ведь это так и не простила, да? Сказала, что я предал память Леры. Ты всегда была бескомпромиссной. Пусть она… Тимофей Ильич… Мотя, Мотя, если я Тая, то какая у меня фамилия? Проказница, Тайка. Ты мне не загадришь. Я на Лерке женюсь. Кстати, ты не забыла, я завтра жду вас с Лерой в кафе «Север». Куплю вам ваши любимые пирожные. Смотрите, девчонки, не опаздывайте. Я сам. Не обращайте внимания, с ним часто такое. Заговаривается, болтает, что было, чего не было. Это значит, что то, что нам сказал, может быть неправдой. Скорее всего, иной раз такое загнет. Вчера, например, рассказывала, как освободил крестьян от крепостного права. В своем поместье. А вы гостинство-то забыли передать? Ой, да, забыли. Идите ему в комнату, отнесите, тут недалеко, на втором этаже, номер двадцать пять. Спасибо. А его кто-нибудь навещает? Да нет. Сын раз в три года приезжает. Он за границей живет, за проживание отца по интернету платит. А так, был один мужчина, гулял с ним, разговаривал. По-моему, тоже творчеством писателя семидесятых годов интересовался. Что за мужчина? Как он выглядит? Как его фамилия? Видный мужчина, лет под пятьдесят. Может, шрам у него есть. Такой заметный, но не безобразный. Как-то вот тут, вот так. Вот так. Вот так. Спасибо. Ну что, узнала что-нибудь? Да нет, ничего важного. А я узнала. И нам нужно срочно в архив. Сейчас? Я не могу. А зачем нам архив? Ух ты! Журнал «Огонек». Значит, все, что он нам рассказал, правда? Угу. И нам нужно найти Таю. Марьяше опять плохо. Тут где-то валерьянка была. А вы неплохо ориентируетесь в чужом доме. Вы обязательно было устраивать этот цирк с опознанием? Я бы сам опознала его личность. И еще полпитера. Его в любом баре каждая собака знала. Как-то вы неуважительно говорите о поклоннике. За что я его должен уважать? За то, что он умер? Вы еще здесь. Могу предложить вам кофе. Вы какой предпочитаете? Черный с молоком? Нет, благодарю вам сейчас. Лучше отдохнуть. Марьяш, ну зачем ты вышла? Я сам бы все принял. Спасибо, Марик. Как я от них устала. Насчет утопленника их, криминалисты звонили. Не мог он никого убить. Ни актрису, ни деда тем более. Он еще за два часа до актрисы утоп. Сам утоп? Да кто же его разберет? В нем алкоголя больше, чем воды в Неве. Ну, на ногах, наверное, не стоял. А может и подтолкнул кто-нибудь. Да хоть бы и этот. Мог и подтолкнуть. Съемочную группу мне допросить или вы поедете? Допрашивать их будем позже, поодиночке. А сейчас бы я хотел поговорить с ними со всеми вместе. Ты где их собрал? В отделении? Ну зачем? В кафе, как и вчера. Ну, возле дома, где убийство произошло. Почему там? Ну, вы же и прикос не отменяли. Тем более в кафе они будут более свободно разговаривать, чем в отделении. Молодец. Соображаешь. Не ожидал. Прошу прощения. Так, если ты мне еще раз позвонишь по поводу наркотиков, то я не знаю, что с тобой сделать. Хватит мне это говорить. А у вас остались еще какие-то вопросы? Нет. У нас все. Всего доброго. Скажите, когда вы ушли из леса? Ну, как кабана завалили, так и ушел. Видели кого-нибудь? Нет. По дороге еще куда-нибудь заходили? Да нет. Сразу домой пошли. Товарищ Зимин, подойдите сюда, пожалуйста. Ваш нож? Нет. В лесу нашел. Уж больно ладно сделал. Не хотел же брать. Вам придется проехать с нами. Сержант, принимай. Что? Что случилось? Что случилось? Ружье соседу продай. Он спрашивал, а мне больше не понадобится. Что? Леня! Пойдем. Товарищ, товарищ капитан, если вы из-за ножа, так это не наше нож. Ей-богу. Гражданка Зимина, пожалуйста, я прошу вас, постарайтесь успокоиться. Мы во всем разбьемся. Не плачь, мам. Леня! Стой! Стой, дурак! Леня! Стой! Стой стрелять! Стой! Папа! Кто стрелял? Не было команды стрелять! Виноват. Летичка! Папа, папа! Ну, вставай, папа! Ну, вставай, папа! Папа, вставай! Черт! А вдруг это опять не он? Ты в себя приди! Ты в себя приди! Папа, вставай! Папа, вставай! Папа, вставай! Ну, вставай! Вдруг мы снова ошиблись! Что ты сказал? Понимаешь, Жека, он тоже на моей совести! Он был не виноват! Ему кто-то подбросил этот проклятый нож! Вдруг этот егерь тоже не убийца! Вдруг он тоже не виноват! Ее больше нет! Леры больше нет! Ты понимаешь? А ты все о своем! Я ненавижу тебя! Тай! Уходи отсюда! Уходи отсюда! Уходи! Тише! Надо эту улицу на камер наблюдения проверить! Хорошо будет сделано! Угу! День добрый! Прошу вас! Вот, пожалуйста, на том же месте в тот же час! Прошу! Кафе на время нужно закрыть! Закрыть? Это как отсюда и до бесконечности? Заметьте! Не я это сказал! Вы знаете, мой хозяин будет крайне неприятно впечатлен! И может потребовать маленькую компенсацию! Какой он у вас впечатлительный! А где он сам? Уехал по личным делам! Завтра обещал вернуться! Куда уехал? Ну, как известно, по личным делам у нас обычно из Петербурга в Москву! А вот по государственным — наоборот! Закрывайте кафе! Давай! Сворачивай! Хорошо! Всем добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, господа полицейские, что скажете? Убили Цибина или сам утопился? Следствие покажет! Вот в сериалах персонажи, которые не знают, что сказать, всегда вот такие реплики бросают! Ну, надеюсь, у вас будет! Что мне рассказать? Сказали, кафе придется закрыть! Ну, а я почем знаю! У нас здесь кино наоборот! Обычные киношники ментов снимают! А тут менты им кастинг устраивают! Ну, как зачем кастинг? Не знаю, наверное, ищут исполнителя на главную роль убийцы! Я понял! Ладно, жду! Да... Да Леда беззлобная была! Ну, нервная, ну, сбалмошная! Зато актриса хорошая, жалко ее! Да, жалко, жалко! Жалко! Водички нету, чтобы сушники сбить! После вчерашних поминок! Молодой человек! Будьте добры, водички! Для деятелей кинематографа! Сделаю! Может, у кого-то что-то еще есть? Об убитой добавить? Ничего себе беззлобная! Да Ближайва кого угодно могла с Освету жить! А она за эту роль дралась, как волчица! А, между прочим, Цибин не хотел ее брать! Это все Марк Семеновичу говорил! Вон, что выясняется! Ну, давай! Рассказывай, что знаешь, звездочка наша восходящая! А вот знаю! Не, ну я не понял! Это когда-то вы с Родионовым договорились место застолбить на освободившуюся роль? А? Впрок договорились? Это на случай, если Лидка за режиссером разругается, да? Проверь-ка алиби девушки в ночь убийства! Угу! Да не надо проверять алиби девушки в ночь убийства! Девушка в ночь убийства была со мной на даче! Госпожа Бриджит Бордо! А вы подтвердите мое алиби? Сейчас! Ну что ж, похоже разговор у нас пошел! Хорошо, тут следующий вопрос! Племянница писателя Тихонова утверждает, что у ее дяди в квартире был запасной ключ! Кто-нибудь знает, как этот ключ попал? Полежаевой? А, так он с камина упал, когда мы кофе пили! А кто его подобрал? Вы? Нет! Марк подобрал! Продюсер! Марк Семенович Родионов! Так может это Марк Полежаеву заманил, а? Ну а что? Ну ключи ей дал, сказал, ну это пойдем поговорим! А потом раз и ножиком ей по горлу! А было за что? Ножиком по горлу! Ну чего-чего? Чего ты замолчала-то? Говори! Вот не быть тебе звездой кинематографа! Актриса должна чувствовать, когда нужно делать паузу, а когда нет! Да не слушайте вы ее! Все мы слышали, как Лида с Юрой ругались! Обещала его за решетку отправить! А что, у Нюна Цибина был какой-то компромат? Дай их! Ну рассказывай, матахари! Нет, а что сразу с обзывательствами? Сам ты, матахаря! Ничего я не знаю! Ну правда! Но то, что Полежаева с режиссером ругалась, это все слышали! И говорила, вот, в Местаканского фестиваля, значит, поедешь ты за решетку! Ну, при всех говорила, все подтвердить могут! И Родионов это слышал! Конечно! И ему это очень не понравилось! Потому что Марка все под Юрку было подстроено! Ну, финансирование под Юрку давали! Может быть, это он и захотел, чтоб Полежаева замолчала? А? Это Лида на прошлую картину намекала, когда у Валера Коваля друг погиб! Еще кто-то погиб! Да, это в прошлом году было! Он и Цибина на предыдущей картине трюки ставил! Да вы сами у Валеры спросите! Угу! А кто у нас Валера? Вы серьезно? Вы Валеру Коваля не знаете? Это известнейший каскадер! Стоп! Валер, ты как? Нормально? Все отлично! Я в порядке! Ага! Этот кадр снят! По какому вопросу будете, товарищ? Все вопросы у меня, собственно, к вашему каскадеру! Машину на месте оставите! Это какая-то ошибка! Он у нас не пьющий! Ну, отлично! Значит, память хорошая! А мне как раз это и нужно! О как! Ладно, поговорите только недолго! Пока у нас перерыв! Это было очень круто! Прям очень! Спасибо! А вы кто? Старший лейтенант Викулов! Мне нужно задать вам несколько вопросов! Окей! Спасибо вам огромное! Теперь моя задача все отыграть лицо! Спасибо! Теперь самое сложное вам! Спасибо! Спасибо! Я знаю! И про Лиду, и про Цибина такие новости быстро расходятся! Лида была боец! Нрав у нее, конечно, не дай бог! Но это все так, внешне! Все думали, что она боится стареть! А она тайком от всех репетировала возрастные роли! И у нее неплохо получалось! А Цибин? Цибин! Цибин в профессии уже был импотентом! И он боялся, что это вот-вот станет заметно! Теперь уже не станет! Так и останется выдающийся режиссер Цибин! А что значит импотент в профессии? Ну, приходилось всегда искусственно вызывать в себе состояние, состояние творчества, понимаешь? Он к этому и стремился к своей достоверности, потому что это его возбуждало! Он никого и ничего не жалел ради своей легендарной достоверности! А я слышал, что у вас друг на съемках у Цибина погиб! Он был хорошим каскадером! Они тогда снимали кино про войну, и Цибин подговорил пиротехник изложить более мощные взрывы! Для более сильного эффекта и достоверности! Конечно, об этом никого не предупредил! Но и случилось несчастье! На первом же дубле погиб мой товарищ! И что, никого не наказали? Продюсер все замял! Он ведь видел, что делает Цибин! Мог его остановить, но не стал! Лиду, как главную свидетельницу, заставили написать, что это был несчастный случай! Сам продюсер и Цибин написали такие же показания! Вот! Я после этого с ним не работаю и руки ему не подам! А кому? Продюсеру! Родионову! Здрасте! Здравствуйте! В вашем направлении из университета написано, что тема вашей дипломной работы Документационное обеспечение управления народным образованием периода 1900-1917 годов! При чем тут огонек за 1976 год? А какая разница? Мне просто нужен этот журнал! Ну, как знаете! Пятый ряд, посмотрите слева! Спасибо! Угу! 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 КОНЕЦ Члены комитета первыми отправляются на производственную практику. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. А что, фамилии членам не полагаются? Девушка, вы здесь не одна. Извините. Ну что вы, Людочка, ну как же можно, не зная фамилии, выяснять, кто был членом комитета комсомола почти полвека назад. Но вы же будущий архивариус. Вы же должны понимать, что нужны дополнительные данные. Да, я знаю. Просто у нее прозвище было еще очень такое звучное. Пассионария. Знаете, как у Долоры Сабарария. Да, действительно, действительно очень странное прозвище. Так могли звать девушку другого поколения, а в семидесятых это устарело. Может ее родители были испанцами? Родители… Хотя, судя по фотографиям, она не похожа на испанку. Родители, родители… Да, была у нас такая девушка. Она училась на три курса старше меня. Ее мать была испанка. Из тех детей, которых вывозили в Советский Союз, спасая от Франка. А отец у нее был русский. И поэтому она была вся в него. Такая голубоглазая, рыженькая. Слушайте, мы же ее все время дразнили. Мы говорили, что ж ты, пассионария. Испанку-то совсем не похожа. Как же ее звали? Звали ее… Таисия Тая. Вот так. Да. А фамилия? Не помните фамилию, да? Дорогая моя, у меня с памятью все в порядке. Таисия Сокольская. Вот так ее звали. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Опять вы? Теперь зачем? Уходите. Извините за беспокойство. Но нам очень нужно с вами поговорить о Марине. Хорошо. Что вы хотите узнать? Скажите, пожалуйста, у вашей дочери были знакомые с автомобилем? Нет, конечно. Откуда? Ее знакомые были порядочные молодые люди. Не воры и не папенькины сынки. А вы что-то плохое хотите про нее отыскать? Нет, ни в коем случае. Просто уточняем. До свидания. До свидания, простите. До свидания. До свидания. Тая. Ты прости меня за Лирку. Все в порядке. А почему ты спросил, был ли у Марины знакомый с машиной? Следствие считает, что Марину обманом отвели от дома к реке, где и произошло убийство. Но я думаю, что убийца оглушил ее еще до того, как она оказалась на берегу. Он где-то надругался над ней, когда она была без сознания, как и над остальными жертвами. А ножом он ее ударил уже на берегу. Слишком много крови. Убийца не привел, а привез Марину к реке. Вытащил из машины и еще протащил некоторое расстояние по берегу. Вот ее брошь. Мы сначала думали, что она потеряла ее на танцах. Но теперь я точно уверен, что это не так. Скорее всего, она зацепилась за кусты, когда убийца тащил Марину. Ну, наверное, у тебя есть и другие причины думать, что убийца была машина. Да, есть. Помнишь, я тебе говорил про Свету Киселеву, мою одноклассницу, которую убили? Угу. Да, конечно, помню. Я все никак не мог понять, что Свете помешало приехать к жениху вовремя. Автобусы ходили по расписанию. Из дома она вышла, как раз, чтобы успеть на рейс. Почему она пошла пешком по лесной дороге? И вдруг я понял. Ее кто-то подвез. А это должен был быть человек, которому она полностью доверяла. Иначе она бы не села в машину. Светка робкая была. Не то, что Марина. А эти девушки, Светлана и Марина, были знакомы с егерем? Светка могла его знать, у нее отец охотник. А про Марину сказать трудно. Она вроде общительная была, веселая, но на самом деле себе на уме. О своих знакомствах особо не распространялась. И уж явно не делилась информацией с матерью. Угу. Мне кажется, я знаю, у кого можно спросить. Я нашему участковому так и сказал, Маринка пошла к гаражам, а Жека пошел в другую сторону. Они еще у подъезда стояли перед этим, прощались, целовались. Ну, зачем ему ее снова из дома вызывать? А участковый мне говорит, ты мол сидел на балконе, два дня не спавший. Вот, засиделся, зачитался, все перепутал. А я ничего не перепутал. Почему сразу к нам не пришли в угрозы с камерой? Так я пришел, экзамен сдал, сразу пришел. Правда, Жека к тому времени уже… В общем, мне сказали, дело закрыто. А вы разве не знали, что я приходил? Не знал, честное слово. А вот, Маринка куда-то сюда пошла. Жаль, Жеке уже не помочь. Вы хотя бы всем расскажите, что он не убийца. Деда его жалко, он после этого всего еле ноги волочит. Да и Жека, он талантливый был. Нельзя, чтобы вы запомнили его как убийцу. Легко сказать, расскажите. Как рассказать-то, в газету написать? Не напечатают. Да и кто опубликует материал о том, как невиновный парень покончил с собой в следственном изоляторе? В газете не опубликуют. А вот в книге можно обо всем написать. Ладно, спасибо вам. Если что, мы вызовем вас для дачи показаний. До свидания. До свидания. А кому принадлежит гаражный кооператив? Известно кому. В городской номенклатуре. Спасибо. Вот оно что. Значит, охотничье хозяйство тут тоже свой па имеет. Может, мы тогда не ошиблись? И настоящим волком мог быть егерь? Волком? Ну, убийцей. Я называю его волком. Почему? Не знаю. Может, из-за ножа. Он похож на коготь огромного волка. Время волка. Вот тебе и название для книги. Как бы я хотел, чтобы в настоящей жизни время волка скорее закончилось. Я должен быть уверен, что настоящий убийца – это егерь. Потому что, если это не так, то убийца по-прежнему на свободе. И ничего не закончилось. Леша, как я объясню прокурору, почему ты решил обыскать номенклатурные гаражи? Помоги. В кооперативе есть гараж, который принадлежит родственнице Зимина. При чем тут Зимин? У него даже машины не было. Никита Петрович, я вас очень прошу, разрешите мне осмотреть этот гараж. Я как узнал, что Марина в сторону гаражей пошла, мне это совпадение покоя не дает. Ладно. Я попрошу ордер. Спасибо. Да чего тут найдешь? Тут почти не бывал никто. Я свой участок хорошо знаю. Как думаешь, что это? Похоже на кровь. Никита Петрович, смотрите. Вот ты фартовый. Где ты это нашел? Прям на полке стояло. Я еще удивился, почему раньше не заметил. Похоже на вещи убитых. При каждом нападении у жертв пропадала какая-нибудь бижутерия. Но они ничего не стоят. Зачем он их собирал? Трофей. Прям как на занятиях по криминальной психологии. Молодец, Леша. Теперь сомнений нет, Зимина есть наш волк. Готовься к званию за особые заслуги. Готовься к Зиму. О, товарищ капитан! Господин полицейский! Здравствуйте! А вы уже выяснили, какая связь между убийствами и книгой Тихона во время Волка? Я понимаю, вам, как внучке знаменитой писательницы, хочется, чтобы события вымышлены и реальные были связаны между собой. Но, к сожалению, это не так. Книги — это книги, а жизнь — это совсем другое. Вы ведете себя, как равнодушный чиновник. Такие, как вы, посылают поэтов писать отчеты про саранчу. Я так понимаю, вы про Александра Сергеевича Пушки. Саранча летала, села и все съела. Так, поучительно. А скажите, кем служил Александр Сергеевич? Поэтом? Нет, такой должности, к сожалению, не было. Он числился чиновником. О, значит, правильно послали. Дайнека! Сереж, привет! Привет. Ну что, удалось что-нибудь найти? Да. Пассионария — это Таисия Сокольская. В университете ее адреса не сохранилась. Я пыталась поискать в интернете, но в соцсетях ее нет. Хорошо. Давай подумаем, кто еще мог знать Виктора Тихонова и его друзей? Кто может нам помочь найти Таисию Сокольскую? Жены у Тихонова не было. Детей тоже. Женщины. Ну, из женщин, скорее всего, была только одна, но эта женщина нам не помощница, раз она не хочет больше говорить про Тихонова. Папа говорил, что Тихонов любил водить дружбу с героями своих романов. Ну, от них мы вряд ли добьемся толку. Слушай, мы же забыли. Про Аню. Племянница Тихонова. Я ее видела буквально пару раз в жизни, но мне она показалась довольно приятным человеком. Ты можешь найти ее номер? Она вам сдавала квартиру для съемок. Угу. Я понял, да. Но… Смогу, но быстро не получится, потому что квартиру снимали через продюсерскую компанию. Ага. Нужно будет узнать, кто вел переговоры и… Я могу узнать Ользе Тимофеевне. Давай, это будет быстрее. И еще, у тебя остался рисунок Тимофея Лебедева? Ножа? Да. Покажи, пожалуйста. А зачем тебе? Мне кажется, именно такой нож был у нас на съемочной площадке. Ты серьезно? Угу. А ты уже рассказал об этом полицейским? Нет. А надо было? Да. Они пока еще в квартире Тихонова. Ты сходи быстрее к ним. Хорошо? Хорошо. А ты к Ользе Тимофеевне. Вдруг она о чем скажет. Да, давай. Все, давай. Тише, 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 тише. А, Нин, а я к Ользе Тимофеевне. Она спит. Да. А че ты хотела? Жалко как. Так. Нин, скажи, а ты можешь для меня на время стащить у бабушки телефонную книжку? Пожалуйста. Хорошо. Но только ради тебя. Спасибо. Угу. Че могу помочь? Вы помните, я сказал, что Полежаева убили, как в книге, острым кривым ножом? Да. Так вот, я сам привез этот нож на съемочную площадку. А где вы взяли этот нож? Прошу. Сюда, да? Да, да. У Цибина. Он меня за ним отправил. У него в саду есть домик. И он там работал. И там у него целая коллекция ножей разных и еще куча всего, связанного с книгой Тихонова, потому что Цибин по ней прям фанател. Так вот, в день накануне убийства Полежаевой, Цибин велел мне поехать к нему туда, и потихоньку, чтобы не побеспокоить его жену, взять в этом домике нож, привезти его на съемочную площадку. И Цибин дал мне ключ от этого домика. А зачем ему был нужен этот нож? Он хотел его снимать в кадре вместо Бутафорского, который был у реквизиторов, потому что Цибин всегда был за достоверность, за правду. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Кто еще знал о том, что вы привезли этот нож? Продюсер наш знал. Марк Семенович Родионов. Спасибо, Марик. Даже не знаю, как бы я все это выдержала без тебя. Спасибо. Спасибо. Марияж, я кое-что должен тебе рассказать. О Юре? Я догадывалась, что я много о нем не знала. Но давай отложим на завтра, потому что я не в состоянии сейчас все это выслушивать. Да нет, Марияж, не о Юре. Обо мне. И как я догадываюсь, у меня нет возможности отложить этот разговор. Прежде всего, Марияж, я хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Я тебе никогда этого не говорил, но ты всегда об этом догадывалась. Ну вот, я сейчас произношу эти слова вслух. Я тебя люблю. Еще, Марияж, я хочу тебе рассказать, что прошлой ночью у меня с Лидой Полежаевой должно было быть свидание в квартире, где происходили съемки. Она позвонила мне, сказала, что у нее отменилась реклама и предложила провести ночь вместе. Мы не любили друг друга, но мы оба были одинокими людьми. И, когда я ночью пришел туда, я увидел, что дверь в квартире открыта. Марияж, поверь, поверь, я не убивал ее. Я не могу сейчас это ничем доказать, но просто поверь, я не убивал. Успокойся, я тебе верю. Ну, что ты, мой хороший, конечно, я тебе верю. Господин Родионов, вы арестованы по подозрению в убийстве Лидии Полежаевой, а также Марлена Лаврентьева. Уведите. Пойдем, пойдем. Он ни в чем не виноват. Мы во всем разберемся, не беспокойтесь. Пойдем. 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 Продолжение следует... Отлично. Чеканный профиль. Вы просто Василий Лановой, товарищ майор. Ваш портрет украсит первую полосу газеты. Скажете тоже. Я знаю, о чем я говорю. Я в свое время неплохо зарабатывал тем, что размножал открытки с артистами. Отлично. Товарищ лейтенант, теперь вы. Давай. Давай. О, шикарный типаж. Алексей Баталов. Улыбнись. Кстати, его портреты расходились, как горячие пирожки. Отлично. Шикарный кадр. Благодарю вас, товарищи эмиссеры. Спасибо. Таечка, они ваши. Спасибо. До свидания. Ну что, теперь интервью. С кого начнем? Со старшего по званию. Скажите нашим читателям, за что вы получили вне очередное звание. Этого сказать, к сожалению, не могу. Дело в том, что материалы уголовного дела, которые мы удачно завершили, разглашению не подлежат. Товарищ капитан, то есть товарищ майор, разрешите отлучиться? Ну, отлучись, если надо. Лешка, ты что, а интервью? Ну, напиши что-нибудь сама. У тебя лучше получится. Ну что, товарищ майор, придется вам отдуваться за двоих. Тетюль. Да, Леша. А можно мне соку яблочного? Конечно. Слушай, Леша, скажи, когда мне разрешат в мой гараж войти? Да скоро уже. Дело закрыли почти. Нашли, что искали? Тетюль. Ну, военная тайна. Да что там можно найти, когда племянник покойный в моем гараже сроду не бывал? Ой, Леша, как подумаю, какая смерть человеку досталась, чтобы от случайной пули, да в мирное время. Леша, вы смотрите, там у меня ничего не сломайте в гараже. Да вы не волнуйтесь. Порядок навели, даже отремонтировали немного. Угу. Пол новым цементом залили. Вот как бывает. Он ведь лучшим егерем в районе считался. Жалко его. Ну, тетюль, скажите, а у племянника вашего, Зимина, точно ключа не было от гаража вашего? Ну, сколько можно? Я уж сто раз говорила, и тебе, и начальству твоему, и этим вашим, которые из района приезжали. Не было. У него даже и машины-то своей не было. Зачем ему ключ? Тетюль, сука с мякотью нам, если товарищ милиционер разрешит. Конечно. Леша, можно девчонкам сука? Ах, лейте. А мне явно что-то... Ладно, пойду я. Спасибо за сок. Бывай, Леш. Скажите, а кто за гаражом-то присматривал, когда вы в Ленинград к дочке ездили? Да как кто? Пятнадцать кофеек, девочки. Сосед мой, по гаражу, Селезнев. У него всегда запасной ключ был. Держите, тетюль. Угу. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Какие новости? Марина не сказала доктору, кто отец ребенка. Но Евгений Петрович, ему все-таки удалось кое-что выяснить. Что именно он узнал? Этот мужчина был намного старше Марины. Намного, понимаешь? То есть это не мог быть Зимин. И у того, у отца ребенка, был автомобиль. Леш, мне кажется, роман Марины со взрослым мужчиной вряд ли имеет отношение к убийству. Ну, сам подумай, за что ему ее убивать спустя полгода после того, как она сделала аборт? Волк убивает, когда ему хочется. Убийца маньяк. Он живет по своей логике. Жил. Леша, жил. Все, его больше нет. Да, его больше нет. Наверное, мне просто сложно в это поверить. Но теперь он живет только на страницах твоей книги. Дописывай ее скорее. Присылай мне. Книга уже написана. Осталось только закончить финал. Ну, что, мне ехать пора. Да. Здравствуйте. Добрый день. Оставь себе. Я все равно скоро вернусь. Здравствуйте. Мы на вокзал. Виктор Васильевич Тихонов рассказал мне черновой вариант книги. И там были такие, ну… Ну, и что? У каждой книги есть какой-то черновик. Что это нам дает? Ты, кстати, книгу читал? Почитай. Я сегодня ночью прочел и, как видишь, хорошенько изучил. Крепко закрученная штука, но… Что-то там не сходится одно с другим. Знаешь, такое ощущение, как будто кто-то чужую историю перекроил под себя. Неплохое местечко. Новый офис. М-м-м. Марьяна Николаевна, смотрю, в себя пришла. Она мне сразу понравилась. Родионова пришел вытаскивать. Да я его уже почти вытащил. Даже делать ничего не пришлось. Даже совестно с Марьяной деньги брать. А ты не бери. Нельзя. Нельзя. Положение обязует. Но к делу. Вот фотографии из камер наблюдения, сделанные в ночь убийства на другом конце города. Видишь, это Родионов. Время три часа ночи. Второе действие у концерта будет. И даже без антракта. Это видео, сделанное на заправке за час до убийства. Это скриншот с видео. Полюбуйтесь. Родионов заправляет машину. Посмотрите на время. До квартиры Тихонова два часа езды. Есть свидетели. Так что мой подзащитный никак не мог убить актрису Полежаеву. Ну хорошо, мы проверим. Если подтвердится, забирай своего Родионова. Только пусть даст подписку о невыезде. Благодарствую. Всего доброго. Вот жук. Ну, по факту он прав. Теперь у Родионова есть алиби. И нам нечего ему предъявить. По крайней мере, пока. Слушай, действие этой книги происходит в Октябрьске. Мне кажется, тебе надо туда съездить. Зачем? Ну как зачем? Поищешь документы 70-х годов. Может, каких-нибудь свидетелей найдешь. Но, товарищ капитан, я на этой неделе не могу. А это не обсуждается. Берешь отдельное поручение. И сегодня же едешь в Октябрьск. Все. Спасибо, Марьяша. Твой Гришин просто какой-то волшебник. Вот так пальцами щелкнул, и все, я на свободе. Я даже не знаю, как благодарить тебя. Знаешь. И с благодарностью ты должен на мне жениться. Ты это серьезно? О, как продвигается дело? Добрый день. Как раз искал вас, чтобы отчитаться по расследованию. Все, шутите, да? Ну хорошо, допустим, вы правы. И писатель Тихонов не автор романа. Он украл у кого-то рукопись, украл и спрятал. Скажите мне тогда, чего хочет убийца? Справедливости. Найти рукопись и доказать, что у книги был другой автор. Считаете это достаточным мотивом для убийства? Если бы вы выросли, как и я, в писательском доме, вы бы тоже так считали. Слава Богу, я вырос совершенно в другом месте. И тем не менее, уважаемая внучка, уважаемая мной писательница, я вас прошу, и прошу настоятельно, держаться от этой истории как можно дальше. Убийца еще не пойман. А вдруг он узнает, что вы разгадали его тайн? А вдруг он и вас, как остальных? Слушаюсь. Начинаю бояться и держусь подальше. А вопрос. Вдруг убийца ищет не рукопись, а что-то другое. Ну, может быть, он себя возомнил волком из книги. И ему чего-то не хватает, чтобы полностью ощутить себя волком-убийцей. Я такое видела в фильмах про маньяков. Вот, для вас будет задание. Смотрите фильмы про маньяков, читайте детективы. Как только поймаем убийцу, мы с вами свяжемся. Столько времени прошло, а вы все еще никого не поймали. Может, вы хоть что-то знаете про убийцу? Мы знаем, как он выглядит. У него вот здесь шрам. Угу. Извините, вы не подскажете, где у вас здесь отделение полиции? Вот, прямо и направо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, если мы сможем найти очевидцев событий, которые произошли у вас здесь, в середине 70-х, то, возможно, сможем разобраться с нашими убийствами в Питере. Ну, а чего их искать? Я очевидец. Вы? Ну, да. Правда, я тогда еще маленьким в коляске лежал. Мой отец этого маньяка, убийцу нашел. То есть, получается, все, что написано в книге, правда? Половина вранье. Мой отец эту книжку ненавидел. Даже пытался жаловаться в главное управление МВД. Но ему сказали, что автора друг Щелокова. И приказали молчать. Что у вас в Питере произошло? Что за убийство? Когда? Три месяца назад. Какая у вас красивая собачка. Что? Я сказал, у вас очень красивая собака. Как ее зовут? Хина. Хина? Хина. Прекрасное имя. Хина. Телефон забыла. Хорошая собачка. Я думаю, что у такой умненькой собачки, наверное, очень смышленая хозяйка, да? Хорошая. Присаживайтесь. Отдай. Что? Собаку отдай, убийца. Что вы сказали? Что вам нужно? Я просто хотел погладить собачку. Зимин Михаил Леонидович, вы арестованы по подозрению в убийстве. Стой! Папа! Папа! Я не убивал эту актрису. Что вы делали в квартире Тихонова и зачем напали на моего сотрудника? Во-первых, я не знал, что это ваш сотрудник. Он не представился. А во-вторых, я искал рукопись. Давайте начнем с самого начала, чтобы вам было понятно. Я был знаком с Тихоновым. Вернее, вернее так, я был в его квартире, когда он умер. Я не хотел доводить его до инфаркта. Я просто требовал, чтобы он показал мне рукопись. Он засуетился, сказал, что она надежно спрятана. Потом схватился за сердце. Упал. Я вышел и вызвал скорую. Ночь убийства Полежаевой. Вы были в квартире по этой же причине? Да. Я подумал, что тайник в квартире Тихонова. Я пришел ночью, чтобы найти его. А нашел мертвую женщину. Ну, я выбежал из квартиры и поднялся выше, потому что услышал шаги снизу. Смотрю, а это идет. Этот, как его, продюсер. Он зашел в квартиру, закричал. Потом, через какое-то время, выбежал. Я еще постоял немного. Так, на всякий случай. Там еще девушка с собакой выходили. А когда уходили больше, никого не заметили? Нет. Ну, возможно, я кого-то упустил. Мне показалось, что в квартире Тихонова кто-то был. О, товарищ капитан! Товарищ капитан! Ну, что, он признался? Он не убийца. Как? А что тогда он здесь делал? В книге писателя Тихонова его отец, егерь Зимин, является маньяком-убийцей. Он всю жизнь пытается доказать, что его отец ни в чем не виноват. И что отца застрелили по ошибке. Он, он рукопись искал? Да. Он ее нашел? Нет. А кто же тогда убийца? Выясняем. Мы продолжаем награждение лучших из лучших представителей нашей советской молодежи. За доблестный труд, верность моральному кодексу строителя коммунизма, награждаются лучшие работники районной милиции. Майор Потапов! Поздравляю! Спасибо. Поздравляю вас, товарищ Потапов! Так держать! Служу Советскому Союзу. Давайте, товарищи, поаплодируем лучшим представителям советской милиции! Красавец, Антон. Молодец. Молодец. Спасибо. Мне кажется, в этом деле рано точку ставить. Ты шутник, рейтенант. Точка в деле уже поставлена. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю! 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 Никит, надо идти в моем доме, клинки изделить. Да, конечно. Леша, нам пора. Клинки сегодня весь день у соседей. Никита Петрович, надо поговорить. Все завтра. Сегодня праздник. Поздравляю. Поздравляю вас, товарищ Зилов! Спасибо. Так держать! Спасибо. Рад стараться. Аплодируйте, товарищи, лучшим людям нашего города! Ты должен убрать лейтенанта Антонова. Он лезет туда, куда ему лезть не следует. А как вы себе это представляете? Он же мент. Нет. Я дам тебе машину. Нет, я не смогу. Сможешь. Или снова отправишься в тюрьму. Ты забыл, что я храню интересные документы по твоей предпринимательской деятельности? Баран. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Не передумал, завтра едешь в Ленинград? Передумал бы. Да начальство не разрешит. На рассвете выезжаю. Передай, пожалуйста. Тут адрес и фамилия. Таисия Сокольская. Ага. Не волнуйся, передам. Все нормально будет. Спасибо. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это несусветная глупость. Как можно бросить университет? Журфак, о котором мечтают миллионы. Не бросить, а уйти на заочное. Господи, Тихонов. Ты, наверное, думаешь, что о тебе тоже мечтают миллионы. Ради кого, Тая? Ради какого-то провинциального милицейского сержанта? Лейтенанта. Его повысили в звании. А чем он тебя взял? Хотя я догадываюсь, в какой области он талантливый. Не смей. А я серьезно. Мне интересно. Умом он явно не отличается. Значит, у него есть какие-то другие способности. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, здравствуйте. Конечно, узнала. А что с голосом? Кто это? Что? Кто это? Алло. Я Виктор Тихонов. Вы кто? Погиб? Да, я понимаю. Да, да. Ну, конечно, я позабочусь. Да. Тая. Таечка. Пожалуйста, не трогай меня. Я не могу тебя сейчас только оставить. Пожалуйста, убери руки. Я тебя очень прошу. Таечка, а я понимаю, что ты в шоке. Пожалуйста, я тебя прошу. Это случайная смерть, Тая. Господи, Витя, что ты несешь? Витя, пожалуйста, я тебя прошу, уйди. Пожалуйста, оставь меня в покое. Тая, успокойся. Да уйди ты, пожалуйста. Ты можешь уйти отсюда, пожалуйста. Хорошо, как хочешь. Здрасте. Здрасте. Чего тебе? А мне передать пакет для Таисии? Она здесь и... Давай сюда я передам. Все, давай, давай. Капитан Крюков велел смотреть кино про маньяков. Что тут у нас про маньяков? Слушай, ты бы лучше дипломом занялась. У тебя защита скоро. А где у вас тут кислота лимонная? Нету у нас, Нин, кислоты. А вот писать диплом про статистику обеспечения народного образования, это дело кислое. Аж скулы сводит. О, тебе сообщение пришло. Ну так посмотри, что там. Слушай, это от Анны, племянницы Тихонова. Дорогая Люда, я разбирала бумаги дяди и нашла свидетельство о захоронении Таисии Сокольской. Фото прилагаю, возможно, тебе пригодится. А еще я нашла черновик какого-то письма, где он пишет, что с Таей он похоронил самое дорогое, что у него было. Трогательно. Похоронил душу? Нин, ты понимаешь, что это значит, Нин? Он похоронил самое дорогое. Это значит, что у меня будет нормальный диплом. Надо ехать на кладбище. Что? Алло, Сереж? Кажется, я знаю, где Тихонов спрятал настоящую рукопись. За последние полгода убийства произошли в трех местах. В Сочи, у нас, в Питере и в Октябрьске. Ни одна из жертв не была подвержена насилию, но всех женщин убивали со звериной жестокостью. И во всех этих местах в момент убийства находилась наша съемочная группа. Так точно. В Сочи и в Октябрьске они смотрели на туру для экранизации книги Тихонова. Ну, а в Питере вы сами знаете. Ну, у них у всех алиби. Это да, но я начал проверять по второму разу всех, кто был в этих поездках. Вчера вечером заехал в общежитие, где проживает администратор Сергей. И? И надавил на вахтера общежитие. Ну, взял его на пон, что нам все известно. И он раскололся. Сказал, что Сергей Винтер заплатил ему за то, чтобы он сказал, что тот ночевал в общаге. Подожди, подожди, подожди. Мне полковник Потапов прислал документы его отца. Там что-то такое было. Сейчас. Где же это че? Вот, смотри. Похвальная грамота райкома КПСС. Подпись. Первый секретарь райкома. Винтер. Слушай, я... Иногда плохо о тебе думал. Виноват. Готов загладить свою вину. Ну, извините. Ну-ка, дай. Дай. Дай, дай, дай. Да. Нет, это не Дима, это его начальник. Ага. Хорошо, я вас понял. А теперь вы послушайте меня, уважаемая теща. Если вы еще хоть раз отвлечете Диму от работы, я вас посажу на пятнадцать суток. За что? За противодействие правоохранительным органам. Все. В расчете? Спасибо. Сейчас. Алло, Людмила? А, Нина. Да, а Лю... Телефон забыла, понял. А где она, не подскажете? На каком еще кладбище? С кем? Ну, это точно где-то здесь. Где? Так вот она. Ну, а где она тут мог спрятать рукопись? Сережа. Сережа. Вот настоящая рукопись, наверное. Помоги. Предлагаю сжечь эти бумаги. Зачем? Зачем, что так надо? Так ты не мог прийти. Пол седьмого. Я же с Хилей гуляла, я бы тебя заметила. Ага. Ты не уходил. Это ты актрису убил. Догадливая ты. Я знал, что ты поможешь мне найти эту рукопись. Но больше ты мне не нужна, я дальше сам справлюсь. Что ты меня убьешь? Да. Прямо здесь? Да. Нина знает, куда мы поехали. А я и Нину убью. Я вас обо всех ненавижу. От вас все несчастья. Вы сначала создаете, а потом бросаете, как моя мать бросила меня, когда я был маленьким. Ты из-за этого убиваешь? Ты хочешь поговорить обо мне? Угу. Какая трогательная забота. Ну, давай поговорим. Угу. Мой отец после ее ухода начал пить и по пьяни утонул на рыбалке. И воспитал меня мой дедушка. Угу. Он и научил меня ненавидеть вас, тварей. Так он и есть волк. Это он убивал в Октябрьске, да? В 70-е. А Цибина ты зачем убил? Ага. Ты думал, что у него рукопись есть, да? А? А? А Лаврентьев? Охота началась. Охота началась. Охота. 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 Лежать! Не надоело вам еще супермена играть? Кто же знал, что существуют потомственные мандиаки. А зато я рукопись нашла. Боюсь, медали вам за это не дадут. Не за медали стараемся. Рыбайся. Рыбайся. Лера шла по лесной тропинке, не подозревая об опасности. Но вдруг… Жалко Леру. Угу. Да, Ань. А ты зачем тему диплома поменяла? Я вот сейчас слушаю, ну просто ужас какой-то. Ну, Настя, потому что это живая история, возможность восстановить события, ту самую историческую справедливость. Как бы пафосно это не звучало. Ну, не знаю, жуткие убийства, доблестная милиция. Девочки, обед готов. Так что давайте, заканчивайте свои посиделки, поможете на стол накрыть. Олег уже скоро будет. Давайте, давайте, сворачивайтесь. Фу. Уберите вы эти ваши страшилки. Аппетит даже пропал. Настюш, пойдем, поможешь мне. Вот теперь ты видишь, почему я постоянно сбегаю отсюда? Здесь совершенно нельзя работать. Да какая тут работа? Четырехразовое питание, как в санатории, отбой после десяти вечера. Слушай, я вот не понимаю. Ну, дед, понятно, маньяк. Но Сергею зачем нужно было убивать всех? Ну, Сергей не хотел, чтобы кто-то узнал правду про его деда. Смотри, он искал рукопись, чтобы ее уничтожить. И готов был убить любого, кто, соответственно, ему в этом помешает. Вот, например, режиссера Цибина он упил, потому что думал, что режиссер что-то знает про настоящую рукопись. А актрису Полежаеву, потому что она застала его в квартире Тихонова, когда тот там искал рукопись. А старика Лаврентьева, потому что он просто был свидетелем этого убийства. И его тоже. Папа приехал. Привет. Привет. Ну что, привез? Ты о Федоре? Конечно. Я имела в виду книги. Книги тоже. Привет. Привет. Здрасте. Я рада, что ты приехал. Привет. Ну что, дочь, нравится? Да, конечно. А тебе? Здорово я придумала? Да. Здорово nămело. По яму. Субтитры создавал DimaTorzok